Итак, друзья, мы с вами начинаем пятый каст. На связи Данил Ветров. Поставьте плюсики, как меня видно. Слышно. Так. Окей, супер. Сегодня у нас завершающий каст по первой ступени. 11 января у нас начинается вторая ступень. Будет первый каст, на котором мы скажем, кто победил. Да. Те ребята, которые мне написали, которые хотят пойти на вторую ступень, по моей индивидуальной скидке, которую я даю. Соответственно, вам нужно будет со мной договориться до этого времени. То есть то, что вы мне написали, да? Окей, я вам ответил, вы мне отвечайте тоже, чтобы мы до 11 января решили этот вопрос. Окей, замечательно. Напишите, как ваше настроение. Напишите, как ваше настроение. Сегодня мы посмотрим, что вы сделали. Сегодня также я смотрю, что ВКонтакте по какой-то причине немножко подтормаживает. Поэтому открыто у меня, конечно же, то, что вы сделали. Но может быть чуть-чуть будет подтормаживать. Интернет нормальный. Вот ВКонтакте немножко подтупливает. Так. Марина хорошая. Алексей отлично. Ляля лучше всех. Александр устал. Так. Эльвир, если сейчас дорендерит, будет отлично все. Так. Хорошо. Павел нормаль. Так. Ребята, еще раз. Поставьте, давайте от 1 до 10. Как хорошо мне видно, слышно? Так. Хорошо. Все пишем. Да? Угу. Окей. Супер. Замечательно. Хорошо. Окей. Итак. Нормаль. Окей. Отлично. Хорошая. Надежда. Отлично. Яна норм. Артур. Отлично. Ирина расстроена. Не успела и запуталась. Анастасия не очень. Маргарита плюс. Алексей. Гуд. Анастасия не очень. Очень хорошо. Добралась наконец-то до уроков. Приехала с учебой. Начинаю изучать. Так. Евгений так себе. Александр. Чуть было расстроился из-за компа, но понял, что бессмысленно это делать. Главное, что получил опыт и усвоил информацию из курса. Так. Замечательно. Ну, значит, ребят, смотрите, вы поставлены были специально намеренно в боевые условия, да, это чтобы расставить все точки, как говорится, над И. Вот. Я сейчас поясню, что это значит, зачем это все делается, почему 5 дней. Ну, во-первых, потому что никто не дает в интернете так быстро информацию, да, и так быстро, как вы, никто не делает. То есть, вы можете себя похвалить за то, что вы в это вписались. Вы это можете. Даже если не до конца сделали, да, это тоже кое-что значит. И я об этом проговорю сейчас. Да, ребята, сегодня, значит, вот какие-то такие нюансы с интернетом. Ну, ничего, я думаю, сейчас мы выпутаемся. Тем более информация записывается. Итак, включаю сейчас экран. Когда появился экранчик, он должен появиться, сегодня мы тестировали. Так, ну что? Есть, да? Значит, смотрите, когда появился экранчик, поставьте семерочки. Так. Это значит, не контакт тормозит, а реальный интернет. Нет, другой интернет нормально все работал. Какие-то нюансы, значит, сегодня. Так. Хорошо. Замечательно. Значит, смотрите, сегодня проверим, да, домашнее задание. Вот у меня есть такой пункт, называется тест. Почему он так называется? Смотрите, вы на этой первой ступени, да, что вы можете из нее извлечь и понять. Значит, те ребята, кто вообще не приступил к домашним заданиям, какая рекомендация? То есть это как бы тест такой, условно говоря, психологический или профессиональный, да. Да, если вот были те, кто хотел, но никак не приступил еще к домашнему заданию, то можно идти только в своем темпе сейчас, да. Это значит, что вам, во-первых, все равно нужна дисциплина, да, и если вы будете без дисциплины идти, выполнять домашнее задание, осваивать 3D-визуализацию, то это примерно от двух до пяти лет вам потребуется, чтобы сделать тот уровень, который я сегодня разместил у вас в группе первой ступени. Посмотрите, там много разных фотографий, это ребята у нас делали на второй ступени. Вот, соответственно, нужно понять по своим приоритетам, то есть, что для вас важно, что не важно. И, естественно, если вы хотите быстрее, то точно нужно идти уже в группе. Ну, вот, допустим, на первой ступени со всеми вместе дальше продолжать, да, либо на второй, на третий. Дальше. Кто не до конца успеет все домашние задания выполнить, вы для себя понимаете, что вы новичок. Все нормально в целом, но нужно с тем же самым подходом, как вы сейчас сделали что-то, уже успевали, продолжать обучаться в группе и получать уровень, тот, который ну, достойен на рынке. То есть, я назвал это хорошо. Если вы хотите на высшую категорию пойти в 3D визуализации, то на нашем обучении на второй ступени это первый, второй, третий поток, да, относительно того, где вы сейчас находитесь. То есть, смотрите, что у нас 11 января пятый поток начинается, да, сейчас бонусом идет год обучения, то есть, это 4 потока получается, да, и вы за 1-3 потока, в зависимости от того, насколько вы круто усваиваете информацию, вы делаете суперрезультат. Дальше, кто успеет, да, все сделать, сегодня, да, будет дано итоговое домашнее задание, вы считаетесь продвинутым. И с тем же подходом, который у вас получился, вы можете поднять свой уровень на обучение у нас уже на отлично. И для этого вам нужно будет 1 или 2 потока посетить. Да, почему так немножко расплывчато, да, кому-то достаточно одного потока, не всем, кому-то нужно больше. И мало того, есть те люди, которые сделали уже хорошо, но все равно идут дальше развиваться, потому что, ну, в пределах совершенства нет. Есть. Окей, сейчас можно задать вопросы, что самое сложное было в ходе выполнения домашнего задания. Такие ответы типа, как просто приступить или не знаю что, но что-то расплывчатое не принимается, вернее, вопросы. Умрет видюха с рендером. Так. Если все ништяк, все понятно, тогда поставьте знаки равно. Ну, пойдем дальше. Так. Ну, смотрите, у нас активных ребят было на первом касте 90 или где-то 100, точно не помню. Сейчас около 40, да. Это значит, что мы с вами очень хорошо, продуктивно провели обучение. Потому что, как вы помните, принцип 4 на 25, да, лишних мы отсеяли, это 25%, остальные как-то немножко, ну, вторые 25% немножко подтормаживают сейчас, здесь не присутствуют. И основа тех, кто точно получит отличные результаты, либо получит только с нашей поддержкой результаты, присутствуют здесь. Это хорошо. Как вы помните, в супер, даже, скажем так, каких-нибудь тренингах по деньгам, то есть там, где мотивация очень высокая, да, там лучший результат 25% людей, которые там присутствуют, получают результат. Алексей Волков, поиск несоответствий в меню разных версий Макса. Ну, это 2012 год, вам уроки даются, да? Это естественно. На второй ступени у нас уже более актуальная информация. Так, не всегда срабатывали горячие клавиши, подвисала программа. Так, то, что подвисала программа, это, скорее всего, оперативной памяти маловато на компьютере. Вот, возможно, видеокарта не очень и подвисала, подвисала именно из-за вращения во вьюпорте. То есть, видеодрайвер, да, там, так работает. Опять же, у кого тормоза во вьюпортах, нужно настраивать видеодрайвер, в первую очередь, так, как мы даем. Мы вам рассказывали уже. Так, хорошо. Мирослава, сложно было успеть выполнить ДЗ, ну, это такое, ну, что мы из этого с вами возьмем, из того, что вы это сказали. Нужно конкретный вопрос задать. Текстуры слетели с кустов. Не факт, что они слетели с кустов. Возможно, у вас, первое, не стоит V-Ray, второе, эти текстуры находятся в другой папке, а 3ds Max откуда должен знать, где они находятся. Эти текстуры нужно указать. Опять же, если вы продвинутый, ну, скажем, желающий очень сильно получить максимум, вы уже бы нашли, как это сделать. Как настроить эти текстуры даже у нас в группе общей нашей школы 3D Artist. Там эти видеоуроки даны. Разбираться с настройками рендера, так как версии 3ds Max отличаются. Ну, скажем, Евгений, тут ничего сложного нет. Вы ставите там, где то же самое написано. Сегодня, то есть параметры находите те же самые, ставите. Ну, окей, хорошо. Что касается того, готовой настройки, да, в последнем домашнем задании будут даны готовые настройки. Они довольно хорошие, довольно хорошие. Вот, скорость относительно качества. Соответственно, я хотел бы, чтобы их получили только самые-самые, да. Соответственно, получается так, что те, кто не успевают и не доходят до последнего домашнего задания, им эти настройки особо не пригодятся. Вот, поэтому, вот, как бы, она так само и получается, да, то, что не все их получают. Вот. А ваша задача будет, когда будет выложено домашнее задание номер 5, его выполнить, ну, я думаю, мы дедлайн чуть подальше поставим, не до воскресенья 19.00, а до понедельника 13.00. Вот. Потому что вечером в понедельник уже будет каст номер один для второй ступени. Там мы будем смотреть, что вы сделали. И кто получил первое место. Так. Для новичка сложно воспринять и усвоить всю информацию так быстро. Ну, как бы, для новичка все, любую информацию сложно усвоить. Да? Это нормально. Ну, скажем так, то, что в большинстве случаев считается нормой, это 2-5 лет. То есть, если вы готовы, если вы считаете, что для вас это сложно, ну, изучайте 2-5 лет. Причем все равно вам придется по урокам это все делать. Да? Если вы хотите скоростную методику, так, чтобы у вас месяц-два ушло на то, чтобы освоить хорошо это все делать, тогда по нашей технологии. Так. Комп, программа торнозительная, импортируются объекты. Мария, скорее всего, вы перепутали импорт чертежей с моделями, потому что мы не импортируем объекты, а мерджируем, то есть вставляем их. Мердж. Обратите на это внимание, скорее всего, здесь проблема. Так. Александр. В другом проекте сделал все по уроку, но результат не такой хороший, как в сцене, сделанный по уроку. В другом проекте сделал все по уроку. А, ну, окей, ну это нормально, да, то есть вы, нужно развиваться, развиваться дальше. Сейчас посмотрим, если вы выложили. Скинул в дополнение к домашнему заданию, хотелось бы разобрать подробнее. Ну, если вы вовремя скинули, посмотрим. Куда-то все пропало. То есть, Татьяна, пишите понятные слова, понятное предложение, то нам непонятно, что вы говорите. Итак, замечательно, спасибо. Давайте мы посмотрим, что вы сделали. Так, я сейчас попробую обновить все это дело в отдельном окошке, чтобы все загрузилось хорошо, а то сейчас обновление поставлю, все следим. Так, значит, ну, смотрите, вот Анна выложила, да, просто посмотрю сюда, но это не результат урока, да, это DZ номер 4, а вы выложил DZ номер 3 зачем-то. Ну, то есть мы смотреть не будем. Единственное, вот вопросы, вы написали всплывающие окошки какие-то у вас возникли, да, а всплывающее окно в начале означает, что у вас какие-то текстуры не загружены, 3D Max вас об этом предупреждает. Нажимайте continue. Так, что касается ошибки, там на ней написано, я читал, что, ну, неизвестная ошибка. Скорее всего, какие-то там нюансы с этим плагином для пончиков, что-то участвуют до сих пор в этой анимации, например, тарелка или стол, ну, что-нибудь такое. Так, ну, давайте по 10-балльной шкале, как меня слышно. Хорошо, ничего страшного. Экрана не видно, а я не говорил, что он есть. Слышно хорошо, но иногда пропадаешь. Окей. Сейчас все Wi-Fi подключаю тоже. Раз такая ситуация. Есть экранчик, замечательно. Ольга Агамзюкова. Ну, Ольга у нас уже на второй ступени, поэтому, очевидно, результативный такой вариант довольно хороший по первой ступени, да. Что рекомендуется здесь Ольга сделать, это поднастроить где-то отражение на каких-то материалах, ну, например, там на торте, если мы смотрим, а на столе, как он стоит, да. Окей, ладно. Ну, это самое главное, да, сейчас по первой ступени этого нормально, нужно идти дальше и на вал проектах обращать внимание на нюансы настроек материалов, в первую очередь. Анастасия. Значит, делаю ремарку на то, что еще готовы настройки не были даны материалов, ой, материалов этих освещения. Соответственно, ну, здесь не очень еще круто все. Если говорить о том, что уже есть, что уже есть, и, скорее всего, оно точно такое же останется с итоговыми настройками, то фон за окном, ну, то есть я не знаю, что еще нужно говорить, какими словами говорить, чтобы это люди запоминали, но из потока в поток, где бы я это ни говорил, все равно не делается. Еще раз, фон за окном ярче, чем за свет внутри помещения, то есть на подоконнике. Это значит, что если уж не вся картинка за окном светится сильнее, то, по крайней мере, самые светлые точки, там, где солнце падает, там, где не вода, должны быть светлее. У вас там сейчас мешанина произошла. Нужно, чтобы все это дело отличалось по доминанте, что ярче, что второстепенней. Шторы. Так, шторы, шторы. Давайте так. Значит, если мы будем говорить про шторы, то есть такой материал. Во-первых, основу вам дам, окей, по настройке материала. Во-первых, на всех материалах отражение. Сейчас прям все нюансы не буду проговаривать. Поставил отражение. Reflect Gloss, это значит, у нас ткань нужно поставить поменьше. Потом цвет штор, который вам надо, настраивайте по тому проекту, который у вас есть. Настроили, прозрачность. Вот здесь нюанс теперь. Если вы всегда мыслили так, что прозрачность материалей для штор вы хотите настраивать прям в основном материале V-Ray MATLA, то я вам предложу другой вариант. Здесь, где V-Ray MATLA написано, мы нажимаем и ищем в материалах V-Ray, V-Ray to Site MATLA. Еще раз, еще раз. Поставьте от 1 до 10, как меня слышно. Ну, судя по тому, что так все вылетает, тут какие-то эзотерические моменты, значит, я, наверное, вознамерился слишком много дать на сегодняшнем касте, судя по опыту вылетов. На обучении обычно такого не происходило почти никогда. Отлично, хорошо. Давайте еще раз. Я говорил о том, как настраивать материал для шторы. И когда мы хотим материал нормальный для шторы настроить, нам нужно воспользоваться V-Ray to Site MATLA. Похоже, что сегодня не судьба. Чувствую, перенесут касты. Все, кто не успел, успеют доделать ДЗ. Нет уж, ребята, так не пойдет. ДЗ и дедлайны не переносятся. Значит, в любом случае домашнее задание будет выложено, да. К слову сказать, касты – это дополнение к обучению, да. То есть вы должны понимать. Вот, поэтому мы здесь с вами встречаемся, дорабатываем какие-то нюансы, но домашнее задание все равно будет выложено, и его нужно будет сделать до 13.00 по недельникам. Так, ну что, еще раз пробуем дать вам больше информации. Поставьте плюсики, если вы слышали, что я проговорил по поводу того, как мы начинаем настраивать материал для шторы. Сервис может быть перегружен, но может быть, да, ничего страшного. Так, не было, да, окей. Ну, пробуем еще раз. Значит, когда мы включаем V-Ray MTL, то есть материальчик, любой, да, мы делаем через V-Ray MTL, мы ставим немножко отражения. Не буду все объяснять. Опять же, все технологии-то даны на второй ступени полностью. Air Gloss у нас, это размытость отражения, делаем поменьше, как для ткани. Так, экранчик пока есть. Да? Когда экранчик есть, семерочки ставьте, пожалуйста. Так, идем мы дальше. И понимаем, что нам надо сделать цвет, это диффуз. Настраиваем, какой надо. И здесь вот как раз-таки нюанс. Ну, экрана нет, но у меня показывает, что экран есть почему-то. Значит, информация не будет дана на бесплатном курсе о более расширенных материалах и освещении. Будет дана основная еще раз проговорена информация сейчас тогда. Да, у кого-то есть экран. Ну, значит, я просто пойду по верхам. Вот видите, только я начал думать иначе, все начало происходить. Для тех, кто еще не понимает, что это так сильно, настолько работает платное, относительно бесплатное, что включается, даже и выключается интернет. Для кого это слишком сильно, тем уже точно нельзя идти на вторую или на третью ступень. Потому что у нас были такие случаи, к слову сказать, ну, раз уже такая ситуация, проговорю. На коучинге по 3D, например, мы, когда брали учеников, которые готовы были зарабатывать в 3D визуализации, но не было еще опыта у них такого, и мы еще не выдавали информацию о заработке, и эти люди не зарабатывали, да, или зарабатывали очень мало. Но уже на первую, на вторую неделю у людей, они получали заказы на большие суммы для многих, даже здесь присутствующих. То есть, я имею в виду тех, кто уже работает. Там до 280 тысяч рублей были такие варианты. Хотя мы еще не обучали, как зарабатывать. Потому что так работает взаимодействие. Потому что, вспоминаем первый каст, важнее состояние, в котором находятся все окружающие, та группа, в которую вы идете, преподаватель и так далее, опыт в виде состояния, да, он влияет намного сильнее на все, что вы получаете. Опять же, кто к этому не готов, к осознанию, либо даже если до конца не понимает, но ему интересно это, ну, другая часть, так сказать, людей, да, вот те, кому это все-таки интересно, они готовы. То есть, они могут идти на вторую, на третью ступень. Вот, кто вообще, какую-то ерунду говорит, вот, с вами мы заниматься не будем. Вот, очень важно понять, что у нас школа отличается очень сильно от других школ, ну, хотя бы даже уже этим. Нет уж, пойдем дальше. Ну, смотрите, ребята, выбор за вами. Окей, пробуем проводить дальше, немножко более такой простой версии. Значит, когда у нас материальчик, ну, основной настрой, немножко отражения, немножко размытости, рефлек-глосс у нас, мы заходим в V-Ray MATLN, здесь находим V-Ray to site MATLN. Здесь выпадает discard old material, либо keep old materials as sub-material. Я в прошлый раз, когда прекратилась трансляция, остановился на том, что те люди, которые не привыкли получать результатов, кричат на то, что им не понятно ничего, надо русскую версию. Я говорю о том, что не надо русскую версию, потому что все передовые уроки идут на английском. И те, кто идут вперед, развиваются, они просто очень легко заходят в Яндекс.Переводчик и основные слова переводят. Нам нужно здесь поставить keep old material, чтобы сохранился старый материал. Хорошо. Если на экранчике не все будет сегодня видно, в записи тогда посмотрите. Запись должна сохраниться. Translucency, такая штука, это прозрачность именно которая как на шторе, то есть как на ткани. Здесь можно ставить посерединке, то есть вам нужно будет ее настраивать. Чем ближе к белому, тем сильнее и серьезнее эта прозрачность. Все. Единственный момент, вам нужно регулировать это Translucency и пробовать чуть-чуть регулировать рефракт, то есть прозрачность в самом материале. То есть обычно до, смотрите, рефракт и рефрект работают по черно-белой шкале, то есть монохромной. Не надо цветные никакие делать нам, в редких исключениях. Короче говоря, это запоминать не надо. Рефракт, прозрачность нужно поставить где-то от единички до семи, именно в этом варианте. И пробовать, что получается. Также нужно запомнить, что в прозрачности есть параметр ИО, означающий за искажение этой прозрачности. По умолчанию стоит как на стекле. Нам надо поставить 1,01, чтобы было как на ткани. Все. Так. Александр. Ночью было состояние потока, просто сидел и делал. Даже спать не хотелось, успел до конца доделать второе и третье задание. Надеюсь, за выходные сделать 4,5, как разберусь вылетом КПА при рендере. Замечательно. Смотрите на то, что если у вас 32-я битность Windows, то скорее всего у вас будет вылетать все равно. Поэтому рекомендации на будущее поставить 64-бит и такой же 3D Max 64-бит. Вылетать будет меньше. Второй вариант пробовать считать регионом, то есть кусочками картинку. Тоже больше вариаций то, что оно не вылетит. Отлично. Хорошо. Значит, дальше смотрим ваши работы. Это про штору, Анастасия. То, что я вам говорил. Доделайте работу. Посмотрим. Возможно, успеем на касте первом, второй ступени разобрать какие-то нюансы. Ну, в принципе, нормально. Более-менее нормально в остальном, да? Артур. Здесь не надо работать в фотошопе, как вы написали, для того, чтобы высветить картинку. Вам нужно, во-первых, фон за окном убедиться в том, что он вообще светит. Да, это раз. Если его материал нормально светит, то задать плоскости толщину с помощью модификатора Shell, потому что она в нулевой, значит, толщине и сама на себе замыкается, получается чернота. Да, сделать ее нормальное свечение. Потом из окна, чтобы светилось поярче, чтобы в комнату зашел свет. Посмотреть настройки камеры, как вы сделали, чтобы они были как у нас, потому что настройка камеры тоже параметры такие, которые отвечают за яркость. Вот, все будет нормально тогда. Так, Алекс. Так, хорошо. Алекс идет тоже у нас на вторую ступень. Так, окей, но давайте дорабатывайте до уровня 3D-картинки, чтобы мы посмотрели на нее, да? К слову сказать, на второй ступени, я думаю, вам будет уже легче, потому что у нас там через день, да, будут занятия первую неделю. Вот, но все-таки здесь тоже сделайте какой-то результат по картинке. Вам будет потом легче. Хорошо. Николай. Ну, для вот этих настроек, я вот здесь именно вижу, что вроде бы наши настройки стоят, предварительные, все более-менее нормально. Коверчик, да, не доработан. Нужно ему задать материалы. Значит, еще нюанс по материалам. Еще нюанс по материалам. Ну, естественно, кому еще непонятно, просто на всякий случай. Диффуз. Диффуз. Вот он, да? Этот цвет. Сюда же мы можем загружать любую текстуру. Дальше у нас самое главное, что диффуз, он обычно связан с бамп. Обратите внимание, что в большинстве случаев 90% материалов имеют рельефную шероховатость. Это бамп. То есть, стекло, там, какой-нибудь пластик не обязательно. Почему не обязательно? Потому что иногда бывает, знаете, небольшое искажение, все равно рельефность. Но можно не делать вот такие гладкие материалы. Все остальное все-таки стоит задавать бамп. Там, какие-то стены, какие-то обои, там, и все остальное. Можно из диффуз прям кинуть в бамп сразу. Либо в фотошопе настроить правильно бамп. Сделать его черно-белым и так далее. Рефлект это отражение. Ну, естественно, чем больше взаимодействия какой-то предмет имеет в, ну, немножко продвинутая информация, наверное, дизайнеры больше поймут. То есть, стоит предмет, да, и видно, что близлежащие к нему предметы откидывают на него свои цвета. Да, вот чем сильнее взаимодействует с цветами окружающих предметов, тем он, значит, больше имеет отражение. Это уже уровень вау проектов, который мы делаем на второй ступени. Когда мы видим это, да, кому не видно еще, ну, значит, дальше вы сможете сделать, то есть, понять, как это делать. R-gloss у нас, это у нас размытость. Размытость отражения. Опять же, мы даем свои понятия этих параметров, да. Кто-то переводит иначе, но по их функциям мы вывели, ну, правильно будет сказать, я вывел такие названия. Рефлект, кто не помнит, вот здесь находится это отражение, да, и я проговорил про бамп. Где же он находится, не все знают. Бамп находится, все очень просто, в свитке мэпс, да, вот он здесь. Вот. R-gloss у нас находится вот здесь, рефлект глосс у нас, вот он. Ну, и также рефлект, любой рефлект находится и в свитке мэпс. Для чего? Для того, чтобы мы могли сюда карты кидать. Если мы будем черно-белую карту кидать, то, соответственно, она будет так и работать. Если на рефлект, на отражение черно-белой карты, то что-то будет, что черное на этой карте будет не отражаться на объекте, что белое будет отражаться на объекте. По той же аналогии R-gloss у нас работает, размытость выборочная получается, бамп и так далее. Это очень крутая информация на самом деле, но ее нужно именно пощупать, попробовать и вы увидите, насколько это круто. Так, есть, хорошо, отлично. Значит, по поводу R-gloss у нас есть табличка, да, взаимодействие. Это для ткани, какой R-gloss мы настраиваем, для дерева, для стекла. То есть, это основа. На второй ступени дается. Здесь вам дают, как вы можете сами, ой, тут неправильно написал, стекло 1.0. Сами относительно этого выбрать. То есть, вы видите, ткань это довольно пористый материал, то есть, включаете логику, да, дерево немножко менее пористое, стекло еще менее. Да, то есть, получается, ткань больше, невидимое отражение почти на ней. На дерево больше видим отражение, на стекле меньше. Ой, еще больше. Соответственно, это не постулат, да, нужно уметь выявить, какое у вас дерево. Может, оно имеет больше отражения, может, оно, это отражение размыто больше и так далее. То есть, смысл такой, что в первую очередь мы замечаем, насколько сильно сам материал отражается. Мы это определяем. Конечно же, если вы идете просто по видеоурокам, это несложно. Мы там показываем, как это делается. Но когда вы выходите на уровень вау-проекта, вам заказывают проект, да, вам нужно самим чувствовать это уже и видеть. Вот вы смотрите, например, ну, не на пример смотрите, а смотрите на конкретный пример какой-либо, да, и там видите, что стена и рядом другая стена. И, допустим, на этой стене большой засвет от окна. Окно не отражается, но все равно очень сильно на себя эта стена принимает свет. Все значит, что рефлект отражения очень сильное. Но, раз мы не видим конкретного отражения четкого, значит, R-gloss у нас размытый. То есть, размытость очень сильная. Понятно, да? Вот по такой аналогии мы понимаем это все на второй ступени. Насчет освещения. Еще раз я проговорил, да, что фон ярче, чем засвет. Это мы видели на ваших работах сейчас. Здесь, по-моему, без камеры вы, Николай, сделали рендер. Нужно через камеру делать. Либо с теми же самыми настройками. Фон за окном можно ярче сделать. Потому что, как вы видите, фон за окном все равно другой. Относительно того, что я проговорил. Можно было бы покрупнее сделать светильники над столом. Отражение на столе можно было бы посильнее сделать, менее размытое. Ну окей, продолжайте. Но единственное, еще какой момент. Почему-то вот левое окно, оно прям так засвечено получилось. Посмотрите, чтобы настройки светильников на окне были одинаковыми. Также здесь в бесплатном курсе дан алгоритм один со скайпорталами, насколько помню и так далее. У нас есть алгоритм еще более простой. В первую неделю мы проходим и просто ставим эти веры лайта на окна и назначаем им правильную силу свечения и все. Так, хорошо. Окей. Так. Теперь, как меня слышно, ребята? Напишите. Хорошо. Молодцы, супер. Так. Значит, дальше. Маришка. Маришка. Дизайн номер 3. Нравится мне вот такие драпировки. Видно, что вы чувствуете пропорции. Наверное, вы даже, может быть, дизайнер. Так. Но только почему не рендерится сцена? Ну, во-первых, я вижу, что материалы не заданы. То есть вы пропустили какие-то моменты. Какие-то моменты пропустили в нашем обучении. То есть нужно настроить материалы, настроить V-Ray. Вот. И будет все нормально. Свет, конечно же, поставить тоже. Я не вижу, чтобы у вас свет стоял. То есть, смотрите, программа, она, как бы так сказать, логика, программа, она делает то, что вы сделаете. То есть, если вы не настроили материал, то он не настроен. Если вы не настроили освещение, то оно не настроено. Если они сделали настройки V-Ray, то их нет. Соответственно, как мы делаем на первой ступени? Сейчас я вот досмотрю Маргариту, тоже расскажу немножко. Маргарита, кстати, довольно интересно. Довольно интересно получилось. Вот. Продолжайте. Я думаю, что когда вы настроите уже готовые настройки, будет вообще прикольно. Хорошо. Так. Ну и при том вы выполнили нормально домашнее задание. Значит, смотрите, ребята, кто у нас, по-моему, Маргарита тоже на второй ступени. Если у нас, побеждая человека, тоже пошел на вторую ступень, еще раз повторю, все обычно забывают. Ну вот. То мы даем доступ на третью ступень стабильный заработок. Понятно, да? Так что без подарка не останетесь. Звук есть, экран зависит. Ну ничего страшного, ребят. Ничего страшного. Сегодня так у нас, значит. Еще раз, смотрите, на вторую ступень, кто идет, я хочу дать такую информацию, сегодня делаю первый раз. Такое, значит, вот предыдущий поток. Напишите сейчас, когда у вас видно тему обсуждения на предыдущем четвертом потоке второй ступени. Напишите, например, плюсик или видно. Ну, кстати, обратите внимание, ребята, что сейчас связь лучше, да? То есть, это значит, что что-то произошло интересное. Тоже закидываю удочкой, не для всех. Так, отлично, хорошо, спасибо. Значит, смысл такой. Что у нас на второй ступени, когда вы в нее вступаете, да? Мы вас добавляем тоже в такую группу. Здесь основа какая? То, что вы делаете три предварительных задания, а там парочку повторяется. То есть, вы можете просто скопировать из первой ступени, да? Сюда, если что-то поменялось, конечно же, все-таки стоит актуальную информацию дать. Дальше предварительно... Ну, я не буду открывать, да? Показывают, что внутри. Естественно, понятно, почему. Строим коробку мы. Здесь уже, смотрите, вам уже известны первые три задания, вот эти вот. Вам будет понятно, потому что это почти, ну, похоже на то, что мы даем в бесплатном курсе. Первые три задания. И единственное, что это ускоренный курс интерьера и экстерьера здесь. В первом уроке вы строите полностью коробочку. Во втором уроке вы подбираете и вставляете готовые, которые мы вам даем, 3D-модели. Настраиваете камеру. По видеоурокам тут все есть, то есть, все готовое. Да? И освещение, и материалы настраиваете, как мы вам даем. Создаете финальные рендеры. Мы вам выдаем готовые настройки рендеров там и так далее. Это все у нас с первой недели идет. Первую неделю. Потом, после этого. То есть, смотрите, сейчас уже в группе пятого потока уже есть вот эти три задания. Первые. Да? То есть, мы их выдаем сразу. Но мы их идем через день. Там есть уровень сложности А, уровень сложности Б, уровень сложности С. Поэтому для каждого найдется тот уровень, который он еще не делал. В первую очередь, вы выполняете уровень А. Это новый ускоренный курс. Ну, давайте я попробую сделать как. Ну, наверное, А. Ну, все правильно. Значит, мы с вами просто можем посмотреть в нашу группу первой ступени. Вернее, в вашу и нашу. Да? И здесь есть какие-то работы я повыкладывал. Вы можете посмотреть на вот эту, например, работу. Это ускоренный курс. Вот это в первую неделю у нас. Да? То есть, где еще? Вот тоже ускоренный курс. Ну, разный уровень. Кто-то новичок, кто-то опытный. Вот вариант ускоренного курса тоже, да? Что касается ускоренного курса по экстерьеру, это вот этот вариант. Один, другой человек сделал ускоренный курс по экстерьеру, да? Это в первую неделю. Сейчас можно задавать вопросы, да, по поводу того, как мы с вами будем идти. Так, дальше. Главным образом, зачем я это показываю? Я хотел показать, что по освещению и по материалам у нас основная проработка идет дальше. Вот здесь. То есть, смотрите, вы можете обратить внимание, ДЗ номер 4 выдано 8 октября. И прошло 2 дня. То есть, примерно, да, через 2 дня мы настраиваем уже освещение. То есть, все коробочки уже повыкладывали. Потом, как вы видите, аж 7 дней прошло. Это не значит, что у нас не было каких-то кастов. Нет, мы проводили касты, но мы их проводили по поводу освещения. То есть, очень интересно, вы там выкладываете свои работы. Если мы просим, мы заходим внутрь помещения, смотрим, как вы настроете освещение и так далее. Вот, разбираем это все. Это может уйти 2-3 каста. То же самое по материалам, по настройке материалов. Отдельно все, то есть, ДЗ дано основное, все по видеоурокам. Но вы берете, все равно делаете в ходе нескольких кастов материалов. Вот, потом обрабатываем все это дело в фотошоп. Обрабатываем также в фотошоп вот эти первые картинки, которые на ускоренном получилось. И в итоге мы даем экзамен. Да? И вы выкладываете потом этот экзамен, выполненный в течение 48 часов. Мы потом это все дело проверяем и выдаем сертификаты. То, что тут написано 5 сообщений, это не значит, что это всего 5 сертификатов. Там это несколько сертификатов, ну, в каждом сообщении. Так, теперь какие вопросы, ребята, можно написать? Я еще проговорю один раз основу по освещению. Значит, смотрите. Я даже продемонстрирую, если у нас все нормально будет. Если информация, которую я вам дам сейчас, не слишком продвинутая относительно бесплатного варианта, то у нас, как вы заметили, все будет, скорее всего, хорошо. Итак, я задал толщину стеклу. Я сейчас быстренько задам. Возьму готовую библиотеку. Опять же, вы сами учитесь делать все эти материалы у нас на второй ступени. Ну, и плюс готовой библиотеке тоже даем. Сразу задаю стекло. Готовыми библиотеками нужно пользоваться, если вы хотите нормально коммерческую визуализацию делать. Так, раму, раму, раму включаем. Есть. Ну, и какой-нибудь там материальчик для стен. Есть. Окей. Хорошо. Значит, когда мы задали материальчик, вы помните, что мы обычно заходим в свиток материала, вернее, модификаторов, и нажимаем UVW Map. Box, Real World, Map Size. Так, посмотрю, все ли у нас нормально. Так, нормально идет. Окей. Я поставил отображение текстуры, чтобы было видно. Ну, как вы видите, такой нюанс. Сейчас вам дам. Здесь diffuse – это цвет, да, я поставил на десяточку. Это значит, что всего лишь на 10% сама текстура, вот эту, которую вы видите, здесь участвует. На 90% работает вот этот цвет, такой персиковый, да. Так, ну, давайте то же самое зададим вот сюда. Так, UVW Map, Real World, Map Size. Ну, как вы видите, вот я просто для чего это тоже показываю, да. Обратите внимание, что, ну, мне понадобилась буквально там минута, да, чтобы это сделать. То есть, когда вы выходите на скоростные методики освоения и построения 3D-визуализации, вам все очень просто получается. Ну, нужно... Все просто, короче, получается. Вот. Так, дальше. Делаем фон. Окей. Хорошо. Материал настроен уже, да. Еще раз говорю о том, что нужно использовать готовые настройки. Вот у меня здесь стоят готовые настройки уже для интерьеров. Я еще раз покажу, как они загружаются через Render Setup, Preset. И мы выбираем готовые настройки Load. Кстати, также вам нужно будет загружать готовые настройки в пятом домашнем задании. Только единственное, вы будете нажимать здесь Load, Preset. Вот здесь. Да, Load, Preset. Вот. И тогда они загружены. Так. Рейфизикал камеру выбираем, чтобы поставить камеру. Окей. Хорошо. Переходим в эту камеру. Поднимаемся с помощью зажатого колесика мыши. Переведем в Move, то есть движение, чтобы видеть высоту камеры. По умолчанию нам нужно ставить 1600 примерно. Перспективу камеры. Как мы можем сделать? Смотрите, нам надо выбрать саму камеру. Вот. И зайти в настройки. В настройках есть перспектива. Вот она, Focal Length. Focal Length. Смотрите, на виде сверху это видно, как эта перспектива увеличивается. Ну, также из глаз тоже это видно. Вот так. Шутер Speed. Яркость 100. Фильм Speed тоже яркость 400. Custom Balance такая штука, которая отвечает, какой цвет будет исключен из фотографии. Ну, то есть он будет белым. Если у вас много синего в фотографии, когда вы поставите сюда синий цвет, то фотография исчезнет этот синий цвет. Поставим пока нейтрал, то есть беленький. Потом тоже за окном посмотрим, что у нас получилось с фоном. Потому что он хоть не очень. Слишком близко стоит. Давайте так сделаем. Растяню чуть-чуть. Окей. Хорошо. Так. Ну, посмотрим, что получается. Поставлю небольшие значения. Здесь размер у нас выставляется. У кого слабый компьютер, можете ставить поменьше разрешения, но не ниже, желательно 800. Чтобы картинка хоть нормально получилась. Так. Зависает картинка. Ну, ребята, будьте внимательны. Я вам уже говорил, что это нормально, потому что мы с вами здесь посвящаем больше ответам на вопрос. Да? Время. А основа вся в видеоуроках и в записях. Потому что там все плавно. Поэтому актуальные вопросы сейчас можно задавать. Ну, вот обратите внимание, что картинка у меня считается. Да? С нашими настройками. Как мы это все делаем? Получилось так, как получилось. Обратите внимание, что я освещение еще не поставил. Тоже для кого-то нонсенс может быть. Ну, на самом деле, это естественно, все нормально. Сейчас поставлю тоже светильники, чтобы вам продемонстрировать нюансы какие-то. Но можно задать вопросы. Уже в ходе того, что вы увидели. Так, окей, окей, окей. Если вопросов нету, если вопросов нету, поставьте знак «равно». Так, хорошо, супер, замечательно, отлично. Окей. Хорошо. Так. Картинка у кого-то исчезла. Ну, ничего, ребят. Мы с вами все равно основу проговорили. В записи вам нужно будет ожидать, когда это появится. Так, видео будет подробно рассмотрено изменение материалов. Нет, будет рассмотрено именно так, как рассмотрено сегодня было. Возможно ли одновременное наложение нескольких текстур? Ну, конечно, обязательно. Только все зависит от того, что вы под этим понимаете. Элементарно. Мы делаем на второй ступени. В фотошопе накладываем одну текстуру на другую. И размещаем это все, делая в диффуз. Ну, такой секретик. Очень быстро и хорошо. Так, окей. Можно вопросы задавать. Я для записи тоже сделаю кое-что в 3D Max, а вы уже в записи посмотрите. Я просто размещу источники освещения, чтобы завершенная была композиция световая. Так, окей. Хорошо. Пару мгновений. Окей. Я ожидаю ваших вопросов. Значит, ребята, кто собирался по скидке пойти, по индивидуальной, для тех, кто прошел полностью первую ступень с нами, напишите в чате восклицательные знаки. Так. Можно получить хороший результат, используя на скачанной модели, они сделаны самостоятельно? Нужно. ДЗ проверять дальше будем. А куда дальше, если мы все проверили? Просвет одной текстуры в зависимости от фактуры другой. Ну, надо смотреть на то, что вам нужно выполнить. Потому что в большинстве случаев это можно сделать, наложив на одну текстуру, на другую в фотошопе. Так, мне говорят, что не все проверил. Ну, что-то я сомневаюсь в том, что не все проверил. Давайте убедимся. Ну да, до 19.00 все-таки есть еще варианты. Так, так, так. Хорошо. Значит, я смотрю, сейчас Александр Васильев у нас выложил работу. Кидаю вам ссылочку тоже сюда. Александр Васильев. Нормально, фон за окном. Только нужно сделать ярким. Я уже проговорил, как это сделать на предыдущих работах. На полу можно чуть побольше размытость сделать. Ну, это, в принципе, на вкус. Ну, потому что тут получается прям лакировано. Да, ну, не очень естественно выглядит. Вот, когда поставите хорошие настройки, опять же, обратите внимание, что камера по-другому у вас настроена. Скорее всего, вторая, как у кого-то, у кого я ранее сейчас смотрел. И она более светлая. Поэтому настроите правильно. На итоговых настройках должно быть хорошо. Так, ну, здесь по материалу, наверное, более-менее будет нормально. Нужно смотреть. Вернее, по текстуре он был. Высота кирпичей побольше немножко. Слишком они маленькие. Ну, рендер, рендер. Опять проблемы с фоном за окном. Рендер еще не усвоили. На каком этапе не усвоили. На этапе какого цвета должно быть цвет из окна. Насколько яркий фон. И какого цвета внутри освещение. И насколько ярко это все происходит. То есть, обратите внимание, что у вас очень яркий свет из окна идет. Да? А за окном вообще почти белым-белым. Вот вам это нужно сделать. Хорошо. Окей. Во-первых, не надо говорить, что другой проект полностью сделан в соответствии с рекомендациями из уроков. Это не так. Ирина, смотрим дальше. Так, Ирина. Ну, это урок какой-то, наверное, третий. Поэтому нужно выкладывать было здесь именно ДЗ номер 4. Евгений Попов. Так, нормально, но освещение недостроенное. Некоторые материалы, да? И перспектива на камере. Сделайте ее больше, чтобы больше видно было. А так нормально. Надо поставить внутреннее теплое освещение, посильнее сделать внешнее освещение. И фон за окном яркий. Все будет нормально. Вот. Как я обещал, до 19 рассматриваем. Здесь единственное скажу, что Эльвир в целом прикольно. То есть нужно продолжать работать, опять же, по поводу Air Gloss. У нас, да, вот, немножко нюансы настройки материалов. Ну и настройки наши тоже нужно использовать. Так, ну что. Сегодня вот такой вот у нас каст. И я попросил, что там восклицательные знаки тех, кто хотел от меня скидку, но еще не получил. Надо написать на вторую ступень. С 11 января мы уже будем включаться по-серьезному. Ну, да, здесь мы с вами разогрелись. Так, что никто не хочет скидку у нас? Что мы тут тогда сидим делаем? То есть развиваться мы не хотим, да, дальше? А, есть, да, все-таки? Хорошо. Хотелось перед пятый урок, но пришлось полностью переделать третий п. Но у нас пятый урок еще не задан, Евгений. Не спешите. Окей. Значит, смотрите, кто успеет, тот успеет. Нет, нет. Нет, предупреждаю сразу. Те, кто отсиживается, думает, кто там переживает по поводу того, хватит у вас или не хватит денег, то есть вы сами решаете, насколько вам это все дело важно. Да? Это один момент. Второй момент. Те, кто на пятый поток не успевает, нужно успеть на шестой поток. Да? Для этого вам нужно будет сделать бронь. Сейчас она, насколько я помню, 5000 всего лишь рублей стоит. Вот. А также в день старта 11 января для всех остальных, кто не участвует у нас здесь, кто не воспользуется скидкой, будет стоить 35 тысяч рублей. Для тех, кто стоит с записи, нужно смотреть по актуальным ценам, какие сейчас. Вот. Но вот 11 января у нас уже 35 будет. Сейчас уже больше 25 должна была стать цена по скидке. Вот. Но кто хочет от меня индивидуальную, самую лучшую скидку, нужно написать мне в личку сегодня, да? И ответить на несколько вопросов. И тогда, если я посчитаю, что вы сделаете хороший результат, вам будет предоставлена скидка. Так, понятно, да? Вот. А еще раз проговариваю важный аспект, что, как у нас бывало, ребята долго думали, а после этого говорили, ого, там что-то с ценами поменялось, там и так далее. Еще раз говорю, да, цены меняются. Поэтому успевайте, вы не успеваете, вам нужно сейчас решить, чтобы все было нормально. Если вам это актуально, если вы видите эту ценность, вы видите, что вам это принесет, вы легко вписывайтесь. Вот. Если не видите, то, ну, будете самостоятельно делать, как я вам говорил, скорее всего, это будет где-то 2-3-5 лет. Ну, это правда жизни. Так, Анастасия, хочу развиваться, но не успеваю я все сделать. Вы, значит, не слышите, что я вам говорю, Анастасия, еще раз. Те ребята, кто не успевают сделать на здесь у нас что-то, и это нормально. Это значит, что вы новичок, вы внимательнее слушаете. Вот. Это значит, что с 11 января вы идете в ногу со всем потоком пятым, со всей группой. И все нормально у вас. Вот. Опять же, если кто-то не успевает, на пятном потоке вы идете в своем темпе. Но у вас есть доступ еще к трем следующим потокам. Евгений, я имею в виду внутренний свет и вообще финальные красивые настройки внешнего и внутреннего света. Ну, что вы имеете в виду? А, тогда откуда брать освещение в четвертом не было. Все было. Так. Анастасия, можно со следующим потоком по второй ступени, так как надо успеть все уроки пройти? Смотрите, ребята, ну, Евгений, насчет того, что было, что не было, все равно вы видите другие результаты, да, у ребят там есть? Там, где проработано получше. То есть, сами себе ответьте на этот вопрос, что было дано, а что нет. Анастасия, можно со следующим потоком по второй ступени, так как надо успеть все уроки пройти? Можно, да, но нужно оставить заявку, то есть оплатить бронь, чтобы за вами закрепилось место. Вот, по лучшей цене. То есть, нужно написать мне. Так, я сейчас еще раз ссылку дам на себя. Еще один постулат, да, я, может быть, где-то что-то недоговариваю, опять же, это потому, что я не очень-то хотел бы, ну, уговаривать кого-то, мне это не надо, да. То есть, хотелось бы заниматься с теми ребятами, кому это действительно нужно. Сейчас у нас на второй ступени более 80 человек уже находятся, да, которые будут одновременно идти. У нас комната тоже ограничена, сколько людей может одновременно участвовать. Поэтому, то есть, ну, успеете, успеете, хорошо, нет, нет. Если будет довольно много людей, нам, например, надо будет покупать другую комнату, то есть, тоже вкладываться в это все дело, да. Поэтому, не вопрос. Единственное, только что предупреждаю о том, что если вы не успеваете, но хотели, то, скорее всего, ну, цена будет уже больше для вас. Скорее всего, так. Если будут какие-то акции, то я не знаю, когда они будут, они, может быть, очень через какой-то большой промежуток времени. Потому что иногда нам пишут люди, удивляются и так далее. А мы что? Ну, мы говорили, мы предупреждали. Есть, да? Можно задать итоговые вопросы сейчас, потому что это итоговый каст по первой ступени. Да? Соответственно, после того, как закончится этот каст, мы дадим старт на выполнение итогового задания. А в понедельник уже начало обучения. Давайте вопросики. Можно любые вопросы, как-то связанные с обучением, ну, параллельно как-то с 3D-визуализацией, с успеваемостью, там, еще с чем-нибудь. Да? Окей. Угу. Хорошо. Ну, просто, я почему не заканчиваю каст, потому что я вижу довольно много людей у нас здесь сидит. Это значит, что много людей здесь присутствует, которым что-то нужно еще. Вот, поэтому можно задать вопрос. Угу. Остальные, кто не задает вопрос, ставьте знаки равно. Так, Марина. Если объект смоделирован в сцене, как его сохранить, чтобы он был отдельно от сцены, чтобы его можно было потом вставить в другую сцену? Очень просто, я говорил на предыдущем касте, что можно просто взять файл, save as и save selection. Все, называйте этот объект, как вам надо, и все хорошо. Так, еще вопросы? Окей. Спасибо вам большое. Ну, ребята, это всего лишь процентов 10 от того, что вы будете структурировано получать на второй ступени. Я больше дать не могу, потому что это бесплатный уровень и потому что ограничено у нас время. Вот. Так, Марина, у меня интернета не было. Спасибо большое. Все ясно. Хорошо. Анастасия, сегодня включилась работа, мне надо же сначала все пройти на первом этапе. Видео. Да, лучше пройти на первом этапе, но опять же, все ребята, кто у нас на второй ступени, все равно проходят на первом этапе этот момент. Вот. И включается дальше. Опять же, внимательнее слушайте рекомендации, потому что уже проговаривалось то, что если вы на следующий поток идете, вам нужно все равно сейчас это все зафиксировать себе, чтобы вам на второй поток предоставил лучшую цену. Так, Ирина, спасибо, ждем начала второй ступени. Окей. Так, Анастасия, поэтому хочу сначала. Вот это ошибка. Есть люди, которые хотят сначала пройти все, а потом на второй ступень, но они обычно не успевают. Мы закрываем набор, например, либо цена повышается и все. То есть, это правда жизни, которую мы встречаем периодически у нас в обучении. Вопрос по стульям. Ну, как я вам отвечу на него, если вы его не задали? Значит, смотрите, если долго писать вопрос, чтобы мы его все-таки дождались, можете поставить знак вопроса в чате, и тогда я буду ждать. Так, Евгений, я их копировал при моделировании инстанционного, при назначении материалов, не на все стулья распространялось, почему так получается? Ну, потому что нужно задать уже материал сразу, да, и потом их инстанциям делать. То есть, это приходит с опытом. Это уже, когда вы выходите на новый уровень, вы уже это делаете. Ну, здесь вот так. Вот такая ситуация. Это просто, скажем так, технический нюанс. Это не то, что ошибка. Ну, это обычное дело. Вот если вы будете моделинг менять через инстанцию, он, скорее всего, на все стулья у вас применится, если вы правильно... Скопировали. Есть. Хорошо. Супер. Супер-пупер. Хорошо. Итак, ну все тогда, ребята, смотрите. Только те, кто не написал ни вопрос, ни знак равно, пишите сейчас. Либо значок вопроса, либо знак равно. Все остальные. Чтобы я знал, что у нас обратная связь. Все, что высказано, нужно было высказать высказано, да. И кто там не висит, не думает ни о чем. Так. Когда видео с кастов выложено в группу. Ну, много раз говорилось. Посмотрите. В группе по этому поводу, либо спросите у участников, либо в чате первой ступени. Узнаете, когда выкладывается каста. Итак, ребята, сегодня вам нужно написать ваши мысли после каста на стене в группе. Дальше. Дождаться в группе и в чатах выложено домашнее задание номер 5. Всем без исключения нужно написать отчет. Я напишу в домашнем задании, как это сделать. Да, даже если вы не успеваете выполнить какую-то часть ДЗ, нужно написать отчет. Это наша обратная связь. И также лучшие работы, возможно, мы будем пиарить, возможно, как-то вас раскручивать и так далее. В общем, это полезно. Я вам напишу. Просто не забудьте о том, что это нужно будет сделать и отчет, и домашнее задание до 13.00 11 января. Чтобы мы успели оценить все, что вы сделали. И на касте номер 1, второй ступени, это все проговорить. Хорошо. Значит, еще раз, тем, кто хочет успеть и с нашей помощью полностью освоить 3D-визуализацию, нужно мне сейчас написать. Потому что, ну, сегодня, если вы не напишите, то, я думаю, что уже, скорее всего, все. Ну, по крайней мере, я скидку уже изменю. То есть, свое видение этой скидки сделаю ее другой. И, соответственно, встречаться мы с вами будем уже 11 января. Так, ну, в целом, все. Опять же, вся основная информация будет дана уже на второй ступени. Есть много чего не договорено. У меня, поэтому я немножко потормажу, потому что хочу еще много что сказать, но специально себя останавливаю. Окей. Хорошо. Вопрос. Давайте. Окей. Хорошо. На второй ступени, кто спрашивал, там материалы, тоже готовые материалы, да. Связка настроек с освещением, разные настройки, разные готовые варианты настроек тоже будем давать. Настройка материалов, то есть, все вот это будет. То есть, не переживайте, там мы это все решим. Евгений, жду вопрос. Есть ли возможность новичку, который 4 дня назад начал осваивать редвизоризацию, выиграть доступ ко второй ступени? Ну, вопрос некорректный, потому что это будет зависеть не от вопроса, и от того, что, какие условия у того человека, который выполнил работу, а от того, как он хорошо ее сделал. Да? Ведь с вами выкладывают люди работы, которые имеют уже какой-то результат, да. Это не имеет значения, вы могли тоже заранее об этом позаботиться и сделать больше результатов. То есть, они почему-то раньше решили осваивать 3D-визуализацию, поэтому имеют такую возможность. Поэтому я говорю о том, что для получения результатов нужно действовать сразу. То есть, осваивать полностью сразу. Вот. И тогда будет все в шоколаде. А если у вас такая ситуация, ну, такая ситуация, что делать? Вот, да. Еще раз повторим о том, что кто не приступил к ДЗ номер один вообще, нужно идти в своем темпе, но в группе все равно. Потому что сами, если вы будете идти, то будете очень долго идти, там, 2-5 лет. Кто не до конца успевает все ДЗ выполнить, то уже хорошо. То есть, вы начали, но вы новичок. Если вы будете в этом же темпе примерно развиваться, то есть, мыслить примерно так же, да, то вы уже выйдете на уровень хорошо с помощью группы. То есть, это буквально 1, 2, 3 потока и все. То есть, у вас уже будет классный уровень. Вот. Те, кто полностью все успел, могут считать себя продвинутыми, и тогда они точно, ну, значительно повысят свой уровень отлично на обучение за 1-2 потока. Вот. Есть. Хорошо. Все, тогда встречаемся с вами на обучении. Встречаемся с вами на второй ступени. На связи был Данил Ветров. Мы с вами интересно провели бесплатный курс. Молодцы. Здорово. Ожидаю от вас, ну, не как в прошлый раз, когда вы, ну, только человек 5, наверное, написало, а все напишите, да, отчеты после каста на стене группы и выполняйте полностью домашнее задание. Все. Есть. До встречи. Счастливо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»